А у вас есть знакомые или друзья геи? Да, конечно. Назовите мне, если можете, если для вас это не сложно. Откройте календарь московской патриархии. Сколько там портретов моих знакомых геев. А вас когда-нибудь пытались завербовать? Да, конечно. Как это было? Мы стоим у столика с чаем, кофе, печеньками. Вошел вот этот вот, да, и встал мне на ногу. Подождите, ну этот человек, он же претендовал здесь на пуст патриарха в свое время. Он со всего размаху бьет меня в плечо и вообще вот толкает. А другой начинает, причинается, начинает меня избивать. Я ему резу. Как жест такой или потому что там... И это тоже, и потому что подобное любит подобных. Это вот показывает уровень драстного распада, в котором живет украинская церковь по сей день. Какой-то сериал «Родина». Да не то слово. Какой-то сериал «Родина». Какой-то сериал «Родина» На кнопочку нажимай сюда, Лешка, нажимай сюда, нажимай сюда, ну Патя-ка знает как нажимать. И убегай. Возьми кубики деревянные, Бать, возьми деревянные кубики, построи из них стенку. Я тебе покажу, как это работает. Это батарейки. Это батарейки, а ты из кубиков построи стенку. Хочу вас спросить, как отец пятерых, а вы строгий, папа? Я же дедушка, мне не нужно быть строгим. Когда родилась первая девочка, я сразу сказал ее родителям, что имейте в виду. Я дедушка, я в девочках ничего не понимаю, ничему научить внучку я не могу, поэтому я буду ее только баловать. И поэтому в итоге она будет любить меня больше, чем бы. Сегодня потрясающий день. Сегодня милкий Алешка девятимесячный. Два раза закатывал скандал, когда я пробовал отдать его маме назад. Предпочитал мое общество. Так что это, как бы сказать, мое чувство тщеславия никогда в жизни не было удовлетворено настолько, насколько сегодня. А вас строго воспитывали? Ну, в этом смысле была разница в педагогических методиках матери и отца. Я приверженец отцовской школы. То есть папа со всеми ругался? Ну, вы знаете, вчера я поступил по-отцовски. Двухлетний Патрик там неправильно себя повел, в драку полез со старшим братиком. Я устал и сказал так, Патрик, нет, я с тобой общаться не буду, я ухожу. За моей спиной раздался рев. То есть я его не прогонял, я его не ругал, я просто встал и ушел. Он все правильно понял. А мама совсем строгая была у вас? Ну, хотя она была дипломированным педагогом, но я думаю, что все-таки по призванию это бы, наверное, большего отца. А вы больше на кого похожи, на маму или на папу? Внешне на маму. А по характеру, если не считать воспитание детей? Вы знаете, я от матери унаследовал, как сказать, тактильность, что ли. Вот для меня любить малыша, значит, все-таки брать его на руки. То есть я сам от этого ужасно страдал. То есть когда мать все время нравила меня погладить, прикоснуться, что-то. То есть даже я уже вот в подряснике, я уже более чем большой мальчик. Но если мы едем вместе в метро, но обязательно надо было, я выхожу на станцию раньше, и обязательно надо было показать всему вагону, что это мой сыночек, что-то там мне стряхнуть с плаща, еще что-нибудь с подрясником. Вот меня это в свое время очень раздражало, но в итоге я все это унаследовал. Можно последний вопрос про малышей? А мультики они у вас смотрят? К сожалению, да. Какие? Понятия не имею. Вы ни разу не видели фиксики? Нет. Дело в том, что когда детеныш съеден телевизором, то для взрослых это пауза. То есть можно уйти из комнаты и чем-то другим заняться. Поэтому я даже Маши и Медведи одной серии полностью не видел. То есть обычно это как Маша и Медведи, потом идут Сфинка Пеппе, потом что-то еще, все эти фиксики и так далее, мимимишки. Ну, я как бы название их вижу, дети восторженно рут, потому что когда видят знакомые, они громко оглашают на весь дом, что это такое сейчас будет. Ну, а мое дело побыстрее убежать. Потому что обсуждать с детьми мультики совершенно невозможно. Почему? Эти мультики, по-моему, невозможно. Не знаю. Не знаю. Я обсуждаю. Да? Вот вам повезло. Нет, я пробовал найти там какие-то поводы для разговора. Не прокатывало. Понятно. Скажите, пожалуйста, общеизвестный факт, если прочитать вашу просто биографию в сети, условно говоря, что вы росли в семье атеистической. Да. Вы помните момент, когда вы уже поняли, что божественное реально абсолютно присутствует в вашей жизни и в вашем мире? И вы об этом сказали родителям. Что они вам в ответ сказали? Я им не сказал. Нет. Они сами это обнаружили. Как-то они просто без объявления не вовремя вернулись в дачу. Тогда мобильных телефонов не было, с одной стороны. А я считал, что они еще пару дней свободу мне дадут. И по этому поводу не прибрал, что называется, мобильный молитвенный уголок. То есть они приехали. Всю мою красоту благочестивую и православную. Иконочку, недоедную просфорку и так далее. Молитвослов все это увидели. Поняли. После этого уже пришлось объясняться. Скандал был? Ну да, да. Такой многодневный. Что говорили? Ну, родительское чувство, оно все равно выше всего. То есть они считали, что они действуют в моих интересах. Поэтому главная их цель была убедить меня, что университет не надо бросать. Так я этого и не собирался. Еще и закончили с отличием? Да. А вы где прятали это все дома? Ну, по-моему, как всегда, за книжками. Я просто не могу не сказать, у вас такая библиотека дома фантастическая. Вы примерно представляете, сколько у вас книг дома? Тысяча четырнадцать. Четырнадцать тысяч книг? Ну, сейчас поменьше, потому что с появлением двух мелких пришлось все-таки одну из библиотечных комнат переоборудовать в детскую. Поэтому... А вы все эти книжки, вот, все то, что вы собираете всю жизнь? Отец еще начал, конечно. И Отцовская библиотека здесь? Да, да. Ну, отчасти. Потому что, знаете, вот, скажем, честно скажу, что гордость советской поры, то есть эти вот полные собрания сочинений классиков литературы пришлось, конечно, уже раздать. Ну, то есть какие-то библиотеки. А когда-нибудь выбрасывали книжки? Ну, естественно. Все эти советские там... На помойку? Ну, а куда еще труды Брежнева девать? Или какого-нибудь съезда КПСС. То есть... Нет, держать это все... Я думаю, что на помойку ушел Ленин, наверное. Сейчас я был бы рад, если бы сохранился его там собраниящение Ленина, там, соответственно, полное собраниящение Маркса, Энгельса. Было когда-то. Вот. А вы сейчас сколько в неделю книг покупаете? Приблизительно, в среднем. Нет, нет, сейчас точно мало. Я думаю, что где-то в целом... Немножко, книг 10 в месяц, может быть. 10 в месяц? Последние два раза я вам рассказывал про Storytel. Это сервис аудиокниг по подписке, где можно также слушать стендапы, подкасты, лекции и даже аудиосериалы. За это время я, моя жена, мои дети, вся моя семья прослушала огромное количество классных книг, которые я вам сейчас и порекомендую. Итак, открываем приложение Storytel, наши любимые книжки. Но мы любим классику периодически перечитывать, поэтому «Капитанская дочка» Пушкин, «Любимый Труман Капоте», «Завтрак у Тиффани». Совсем недавно слушали эту книжку, замечательная. Новая классика теперь уже все читают. Сегодня Алексея Сальникова, Петровы в гриппе и вокруг него. Вот даже «Утки» подтверждают. Отличная книжка. Ну и «Женщины Лазаря» Марина Степновой. Замечательная книжка. «Старика моря» Хомингуэй, «День опричника» Сорокина. В общем, что-то новое, что-то старое всегда здесь есть, всегда под рукой. Мы это с удовольствием перечитываем. «Умберто Эко. Искусство и красота в средневековой Европе». Замечательная книжка, одна из моих любимых. Ну и для детей, естественно, несколько книг. Смотрите, что мы недавно слушали с детьми. «Малуся и рогопед» Андрея Усачева, наш любимый автор. Есть «Умная собачка Соня» Андрея Усачева. Наши дети ее обожают. Что еще у нас есть для детей? «Естествознание. Занимательная химия». Ну, это для ребят, которые интересуются естественными науками. Есть такие дети, несмотря ни на что. Итак, напомню, что умеет приложение Storytel. Ну, таймер сна. Не надо переживать, что вы заснете, а смартфон ваш к утру разрядится. Есть здесь такое. «Оффлайн-режим». Слушать книжки можно теперь даже в тайге. «Регулирование скорости воспроизведения». Но когда быстро надо вникнуть в суть того, о чем вам рассказывают, можете использовать и эту функцию. «Здравствуйте, профессор! Здравствуйте, Владимир Сергей!» «Здравствуйте, здравствуйте!» «Детский режим дает ребенку доступ к вашему аккаунту, но он сможет воспользоваться только детским контентом». Кроме того, в Storytel есть 60 тысяч книг на английском языке, которые озвучены блестящими англоязычными артистами, такими как Хью Лори, Бенедикт Кампербенч или Чон Пен. И более того, для Storytel разработан новый в какой-то степени для человечества жанр – это аудиосериалы на русском и английском языках. В общем, Storytel – это отличный способ скоротать время в дороге, в пробке, в ожидании с пользой для себя. Скачивайте приложение по ссылке в описании, используйте подборки, рекомендации, ну и самое главное – начинайте слушать! Вы помните момент, когда вы познакомились с будущим или тогда он уже был патриархом Алексеем? – Нет, я с ним познакомился, когда он уже был патриархом. – Что это было за день? Какие обстоятельства? – Самое что-нибудь банальное – он был в Троте Сергиевой Лавре на всеночном бдении в Успенском соборе. Это было с первые дни сентября. – Это 90-й год? – Я даже думаю, нет, я думаю, что это было Успение, вот в чем дело. Было Успение, это 28 августа до 90-го года. Когда он стал патриархом, у него просто не было круга доверенных лиц, которые были бы хороши в работе и с текстами, которые неформально могли бы это делать. И поэтому ему они нужны были. С Петеримом у него жесткие конфликты, с Кириллом тоже. И только с Академией у него было более-менее нормально, конфликтов не было. И поэтому у ректора, оказывается, вы можете ли кого-то порекомендовать? Скорее всего, имею в виду даже из преподавателей. А у ректора в голове почему-то мое имя было, и он посоветовал меня. Тем более, что, действительно, и до этого я несколько раз в роли референта спичрайтера для самого ректора Владимира Александра выступал с 85-го еще года. То есть, какой-то такой опыт у меня был. И, соответственно, когда я второй раз уже к ректору пришел, он сказал, что я припинул вас в триарху. Он сегодня вечером будет служить в Успенском соборе. Приходите, скажите, что вы тот сам человек, о котором будет ректор говорил. Ну, я в алтаре, в алтаре время все ночное хожу, подошу к патриарху, представляюсь. Он говорит, да, вот я слышал, что вы умеете писать. Я говорю, нет, ваше стещество, пишу я от линия. Когда мне дает сто раз повторять одно и то же, то тогда я сажусь и пишу. То есть, вот первая фраза, которую сказал патриарху, начиналась со слова «нет». И в некотором смысле это вот так всю жизнь потом продолжалось. Вот он дал мне пробную работу. Подисловие заказали, ему просили какой-то альбом по иконописи русской. Я написал, патриарх утвердил, альбом вышел с этим текстом. Он говорит, ну хорошо, с 9-го сентября приступайте к работе. И работа цела в том, что первое, что я узнал, когда пришел в патриархию, патриархия на ушах. Но не потому, что я туда пришел, а потому, что, оказывается, убили отца Александра Мене. Я хотел про это мой следующий вопрос. И, соответственно, первое поручение от патриарха мне было уже официально, это написать телеграмму соболезнования. Что вы написали? Я вставил туда фразу честную, что не все мнения, высказыванные отца Александра, могут быть достаточно без дискуссии и приняты как, безусловно, выражающиеся в церковную точку зрения. Ну, помимо слов, там, соболезнований и так далее. Зачем вы это вставили? Для честности. Ну, момент такой. Ну, что? Я не понимаю. Это моя позиция и по сью пору. Я не считаю, что если человек окончался, то он тем самым оказывается вне зоны вопросов. Даже не то, что критики, просто вопросов. Там не было осуждения, ничего и так далее. Потом, все-таки, как-никак, я воспитанник Московской духовной школы, где к минимуму было отношение настороженное. Почему? Ну, это же ведь не объяснялось. Я вот с Александра несколько раз был дома. Я благодарен ему за то, что он меня принимал, беседовал. Я об этом рассказал ректору. Это было, соответственно, когда, в 86-м году. Ну, по большому счету, он пояснил, что мне надо будет выбирать. Или ученичество отца Александра, или дружба с ним, или академия. И у вас не было сомнений? Ну, это было ясно понятно, что это был выбор не столько богословский в глазах ректора, да, сколько просто политический, скорее, да. Отец Александр, я знаю, пробовал писать и защищать свою дирстацию в нашей академии, в нашей московской. Не удалось. То есть, согласующие инстанции не разрешили. А в чем вам, как вам кажется, главная причина того, что Мень и тогда, и сейчас, спустя такое количество лет уже после его смерти, остается одним из самых притягательных, что ли, в хорошем смысле слова, священников-мыслителей Русской Православной Церкви? В чем главная причина? Я, честно говоря, не вижу этого. Эта сказка. То есть, видите ли, дело в том, что, первое, отец Александр не успел высказаться по кругу, по той повестке дня, которая сегодня у нас, да, спустя, там, 40-30 лет после его кончины. Это не его вина, естественно, да не в малейшей степени, но, ну, как, простите, глупо было бы у Кураева 90-х годов искать ответы на вопросы сегодняшние, но точно так же глупо у отца Александра 80-х годов искать на них ответы, да. Вот. Второе. С точки зрения, то есть, он сделал замечательный правдафический курс по истории религии. Да, вот его там, сколько, пятитомник, да. Он замечательный, ничем совершенно, ничего похожего до сих пор не вышло. Но сложность вот в чем, что каждый из отдельных сюжетов, конечно же, уже нашел гораздо более серьезных исследователей. И мир Ветхого Завета, и по миру библии, и евангельской истории, и рассказы с поставлением компартивистика с религиями индийского субконтинента, и многое, и поистике тем более по античной философии, и ее взаимосвязями с миром раннехристианской мысли и культуры. Добавку всем надо помнить, что отец Александр был в изоляции определенной, да. То есть, он ни разу не выживал за пределы СССР. У него не было профильного образования, историко-философского или историко-религиовического, да. И поэтому круг книг, которые вот были у него, ему доступы, его талантливым умом могли быть вот освоены, переработаны им, это книги древолюционные. Ну, понятное дело, что прошло больше ста лет, поэтому, ну, скажем, по египтологии, да, то есть сегодня всерьез относиться к текстам, от сальной стороны написанным по поводу древнеегипетской религии, на уровне, ну, скажем, пусть даже опираясь на Академика Тураева, да, которым, вот, соответственно, это начало XX века, но с той поры все-таки многое очень изменилось. А как вы относитесь к его роли как проповедника, то есть человека, который... Он не проповедник, он человек, поймите, вот это самое главное в нем, самое редкое, самое драгоценное. Он человек, который, я так понимаю, что вот видя его след в его учениках, да, то есть понимаю, что он, им был дорог именно этим. Дорого было, я думаю, то, чего сегодня тоже очень хватает нашему брату, не авторитарность общения, не навязчивость, не авторитарность, вдумчивость, когда человек не ставится в ползу памятника своему сану, не назидает, умеет слышать. Это драгоценные качества в нашем сословии. Они были у отца Александра. Но, вновь говорю, что, ну, искать у отца Александра ответы на сегодняшние вопросы, ну, не знаю, но с тем же успехом можно их искать у Льва Николаевича Толстого. То есть это многие ищут. Ищут, да, я понимаю, но это как раз и есть характеристика секты, скорее. Секты? Ну, конечно, Толстовская и так далее. То есть, опять же, есть святые банальности, они есть у каждого из нас. И они должны быть. Да. Но как только начинается вопрос об актуализации, то, конечно же, все это довольно быстро деактуализируется. Вот в чем дело. Но почему я сказал слово секта? Потому что, понимаете, когда речь идет о жизни некоего писателя, то некое искусственное продление его актуальности – это всегда действие секты его адептов. Ну, господи, достаточно вспомнить кружок рерихов и рерихианцев, да? Вот. И кто бы того же Андреева помнил бы, если бы не было всплеска, вот опять же, созданной его вдовой. Ну, Лев Толстой, совершенно другого масштаба фигуры. Ну, тоже. И опять же, все время приходится, я думаю, самим следователям и почитателям Ивану Николаевичу бороться с превращением это в секту. В России же это особенно актуально, потому что у нас потребность, жажду гуру найти истинного, окормителя моей жизни, чужой жизни, да? Очень великая. Поэтому разные весы в итоге оказываются у тех, кто вот яростный адепт этого кружка, этого имени, и тех, кто немножко странной на это смотрит. При этом почему-то первое обвиняют, второе, что вы просто полный антихрист и безобразники, если вы не согласны с нашим Акафистом, который мы читаем нашему основателю. А для вас кто важнее, Толстой или Достоевский? Я всегда был с Достоевским. Но, опять же, мне и в голову не придет, то есть ко дню некий писатель Достоевского комментарий к сегодняшнему дню. Как вы думаете, кто убил отца Александра Мене? Не знаю. Естественно, не знаю. Из области догадок только идти путем апофатики. Кстати, говорят, что такое апофатика, апофатическое богословие. Конечно, можно долго об этом рассказывать, приводя примеры там даже из Упанишат. Но проще сделать так. Старый советский анекдот, как в далекие советские годы Чукча приезжает в Москву, как депутат или что-то там у нас есть, возвращается к себе в Ярангу, говорит, его спрашивают, ну что, что ты там видел? Слушайте, там трамваи ходят. Да, а что это такое? Ну, вы нарты с оленем видели? Ну, так нифига не похожи. Вот это апофатика. Так вот, и здесь вот апофатикой можно заняться. Я могу сказать, что КГБ здесь винить не надо. Почему? А нафига? Вот зачем КГБ? Ну, говорят, что ему вполне там как-то, ну, многие, по крайней мере, об этом пишут, что у него в руках оказались какие-то документы, которые свидетельствовали в тот момент, а это же начало 90-х, это еще вся эта волна только начиналась с разговоров об отношении церкви и КГБ. И эти документы он с собой вез в портфельчики на утреннюю службу. Ну, это с чистой сказки. Это, понимаете, это именно сознательное совершенно создание фантастических версий, которые не имеет никакого одного. они выяснили очень-очень поздно, заметите, лет через 20 после убийства. Я вообще, вы первые, от кого я это слышу, а тогда нет. Скорее, что он некая помеха, считали устранить. Ну, простите, отец Александр, во-первых, не был человеком политизированным. Во-вторых, КГБ в 90-м году, ну, честное слово, не даться Александр. У них страна из-под ног уходит. У них столько проблем и по периметру страны, и в самой Москве, и так далее, что им честное слово не дается. Опять же, ну, в принципе, это достаточно хорошо тоже, и документированно известно, что отец Александр, сам того, не зная и не желая, но он использовался КГБ. То есть, ну, там тоже не дураки сидели, и они на некоторой степени облегчали свою работу. Вот. И, в принципе, ну, даже и в такой диссидентской Москве, церковной, в 80-е годы, я это слышал уже и тогда, что есть такие две лампочки, отец Дмитрий Дудко и отец Александр Минь, которые привлекают мотыльков. То есть, люди такого православного, патриотического клада, патриотического к Дудко, люди либерального склада, христианские, ориентированные к отцу Александру, а поскольку это, скажем, персонажи более-менее фиксированные, да, то можно легче гораздо отслеживать, выявлять этих людей, у которых вот появился этот интерес. Это не означает, что отец Дмитрий и отец Александр работали на КБ не в малейшей степени, да, просто вот без их ведома их таким вот образом использовали. То есть, это тоже один из аргументов против версии о том, что в убийстве было заинтересовано КГБ. А вторая версия, которую я не приемлю, что это, дескать, это православный какие-то ультрапатриот. Это тоже немыслимая вещь. То есть, сегодня, если бы такое убийство произошло, я бы не сомневался, что могут. Но сегодняшнее православие и православие конца 80-х – это вовсе не одно и то же. Сегодня реально есть эта жажда крови, и решимость, и готовность, и так далее. Но тогда нет. Тогда патриоты были довольно беззубыми. Тогда это и в горло не могло прийти, чтобы всерьез кого-то взять и убивать. Это было немыслимо. Тогда те православные диссиденты той поры, они все-таки хотя бы этот вывод из гологовского опыта, пусть даже не собственного, они все-таки сделали, что путем насилия нельзя идти. – А вы когда-нибудь получали реальные угрозы? – Да, да. Более того, однажды один человек с выходом на высокие сферы, он даже просто часто был вскоре после моего изгнания из Академии. Этот человек мне говорит, что, отец Андрей, вы слишком серьезное гнездо разворошили. Я бы ему советовал на несколько лет вообще покинуть страну. Страну. То есть, вот давайте от книги на глобусы точку, я вам оплачу там жизнь, будьте спокойны сидеть, там книги писать и так далее. Но просто я беспокоюсь за вашу жизнь, есть ли это в основании. Я отказался, сказал, нет, вы знаете, если такое дело, то хорошо, я согласен недельки на две исчезнуть, заодно в какой-нибудь немецкой клинике пройду обследование, но не более того. Это он это сделал, да. Но в интернете, там в личный путь, это уж само сообразумеется. Но вновь говорю, в конце 80-х годов это было совершенно невозможно. Возвращаясь вот к патриарху Алексею, вы сказали о том, что он был окружен со всех сторон многолетними конфликтами. А что тогда было решающим моментом для того, чтобы именно он стал новым патриархом? Про решающий момент я не скажу, не знаю просто, да. Но я могу рассказать то, что было в моем опыте, и о чем пресса не писала тогда. Видите ли, я же по образованию профессиональный атеист. Ладно, моя судьба более-менее на глазах у всех. А остальные-то мои однокурсники, где они? Те, кто чуть старше, чуть младше, но нет, да. И некоторые из моих знакомых, друзей, то еще и они пошли по профилю работать. Совет полном религии. И вот, соответственно, да, я далеко в Румынии, но они поначалу еще были в низовых должностях, но потом-то начинаются все эти перемены, да. В том числе и смена руководства и прочее. И в революционные времена это время быстрого карьерного взлета в своей корпорации, да, или в какой-то новой созданной. И вот, соответственно, Пасха 90-го года, я на пасхальные каникулы приезжаю из Бухареста в Москву, и на меня выходят эти мои старые друзья, работающие с этапом религии. Теперь, говорит, слушай, тут Пимен, конечно, уже, что называется, налад он дышит, вот-вот умрет. И, конечно же, главная тема – кто следующий патриарх? И вот мы хотели бы просто… Ну, ты нас знаешь, да, мы не были там борцами с религиями, там, боинствующими атеистами, когда учились вместе и так далее. Мы действительно в полдня хотели бы помочь русской церкви и прочее. Сейчас, в общем, такая возможность у нас есть. Поэтому мы хотели бы, мы при этом все-таки недавно в этой тематике, да, мы тебе доверяем. Скажи, как ты думаешь, есть два варианта действий. Первое – мы можем предоставить церкви полную свободу в выборе следующих патриарх, но мы знаем наших пациентов, вот, и поэтому за качество их выбора мы не можем вручаться. Вот, второй вариант – мы можем в последний раз в истории использовать наши рычаги, но что продавить наиболее нужного для самой церкви? Не ЦК нужного, а церкви нужная кандидатура? Как ты думаешь? Ну, признаюсь, я сказал, вы знаете, да, я тоже этих людей уже немножко знаю, лучше второй вариант. Вот, они говорят, а кто тогда? И тогда я сказал, вы знаете, на мой взгляд, вот, хотя я лично его не знал еще, на мой взгляд, наиболее человечный, мне кажется, из них это все-таки Алексей Рызгер. Поместный собор избрал святейшим патриархом московским и всея Руси митрополита ленинградского и новгородского Алексия, возложив на него тем самым обязанности предстоятеля русской православной церкви. Один из моих аргументов, который был, он такой, что ведь в 86-м году его уже сняли с права делами, сослали в Ленинград, на ленинградскую кафедру. Вот, а я из чего я схожу, что временная отставка и понижение всегда полезны для человека. Хотя бы даже с этой точки зрения. Обжегся, как-то побывал, выпал из роли вечно преуспевающего и так далее, чуть со стороны посмотрел на жизнь и уже есть надежда на то, что такой человек потом будет более человечным, если ему дать еще больше власти, подправить его карьеру, да. Это было, ну и кроме того, я слышал добрые отзывы от ребят, своих друзей, которые были у него и под деканами. Значит, вот это я им сказал. Как это потом сработало или нет, я не знаю. Вот, то есть, затем где-то там встречались мне какие-то отголоски, что якобы действительно какая-то указивка по пользу Алексея приходила на места. Но, опять же, этого не следует, что епископы брали под козырек. То есть, даже если местный уполномоченный советовал епископа, отражающего Москву, голосовать за такого, это не считается, что он голосовал. Потому что выборы тайные. Как бы то ни было, выборы тайные. И они реально были конкурентные в 90-м году, когда и Филарет, и Владимир Сабадан весьма много голосов набрали. Тогда выборы прошли в два тура, а не просто в один. Почему? Ну, во-первых, Алексей был долгие годы управ делами. И это означает, что я полагаю, что в ряде случаев он кому-то пробовал помочь, используя свои московские связи, рычаги. То есть, это важно. То есть, в своем епископском кругу использовал ли человек преимущество своих связей московских для того, чтобы помогать провинциальному епископу. Судя по всему, хотя бы иногда Алексей это делает. Вы говорите о каких-то рычагах, которые были у ваших бывших однокашников. А что это за рычаги? Нет. Ну, скажем, убедить высокое московское или партийное начальство, скажем, нам нужно вот это. Первое, второе. Это по линии КГБ или самого Совета идет ориентировка или что-нибудь такое на места, чтобы провести такие-то беседы с кандидатами собора, с членами собора, которые поедут в Москву на выборы. Прекомендовать им. А вас когда-нибудь пытались завербовать? Да, конечно. Как это было? Да, прозаично очень. Пришел человек домой, позвонил. С порога честно представился. Капитан КГБ такой-то Александр Сергеевич. Это какой год? Александр Николаевич. Александр Николаевич. В 86-й только я поступил в семинарию. Даже не поступил, а документы подал. Только подал документы на поступление. Вот он уже тут как тут. И вот, честно говоря, я даже не знаю, если бы сегодня такая сцена повторилась, может быть, она, такая беседа, может быть, она имела бы последствия другие. Что вы имеете в виду? Дело в том, что он начал мне отговаривать от поступления. Ну, понятная песня Андрея Вячеславовича. Мы за вами, что называется, наблюдаем, знаем. Вы такой там талантливый человек, блестящий молодой ученый и прочее. Но, вы понимаете, вы идете в совершенно мракобесную затхую среду. Оставайтесь в Академии наук и так далее. Там вас ждет большие успехи. А тут вы понимаете, куда идете? Там, понимаете, это лицемеры, развратники и так далее. И дальше, вы знаете, вот год назад один преподаватель Академии, Архимандрит, пригласил к себе семинариста, студента, напоил его комедиком и изнасиловал, а тот после этого похвачился. Вам рассказывают это? Это он мне рассказал, да. Дело в том, что он, очевидно, я так понимаю, что у него была, скорее всего, эта заготовка. И поэтому он не дал себе отчета, повторил. Дело в том, что я не просто абитуриент, я уже год прожил в Академии. То есть, я не просто там работал, я там жил. Поэтому, если бы там был такой случай, я бы о нем знал. С другой стороны, тогда я еще как бы принципиально, естественно, через неофитские очки не мог допустить такого. А вот в этом смысле сейчас, зная, что, увы, такой сценарий вполне вероятен, вот такое событие. Вот я в этом смысле и говорю, что как с этим знанием туда бы назад вернуться, может быть, это иначе могло бы влиять так на мою жизнь. Но, знаете, есть такое известное наблюдение, да, что когда Господь ведет человека, то поначалу он его ослепляет. И на многие, многие даже вполне правдивые вещи, даже бытовые, ты не замечаешь в церковной жизни. И только потом, когда ты уже прикоснулся к какой-то такой сокровенной глубине церковной жизни, тебе начинают открываться глаза на всякие неприятные бытовые и не только бытовые, а зачастую криминальные подробности этой самой церковной жизни. Ну, вот тогда у меня были сильные розовые очки, да, признаюсь. Последний вопрос по поводу, нет, не последний, предпоследний, по поводу патриарха Алексея. Вот если попытаться назвать его, его главную положительную черту характера, деятельности, и главную отрицательную, что вы скажете? Главная причина черта – это глаза, телегиеничность. Хорошие глаза, телегиеничность. Это отрицательная? Положительная. Положительная? Положительная, да. То есть вот в личном общении он был очень приятен и человечен. Но опять, если это личное общение, оно длится больше часа. То есть он очень закрытый, закомплексованный был человек. Очень человек в футляре. Но если с ним провести больше часа в приватном разговоре, то начинало это вот с кропа отпадать и какая-то человечность являться, да. И, конечно, это мало кто имел такую вот возможность. Я очень рад, что я видел такого, что называется, патриарха не в форме, не в униформе. Ответственность большая. Справлюсь ли перед теми задачами, которые стоят сегодня, перед каждым членом нашего общества, но и перед руководителем, руководителем церкви, главой русской православной церкви, потому что проблем сегодня много. При этом надо сказать, что, может быть, даже эта человечность, она мне повезло, потому что… Кстати, вы знаете, вот был такой фильм «День независимости», американский фильм. «День независимости». Там какая-то такая летающая тарелка повисла над Вашингтоном, да. И все ВВС США были бессильны, потому что она была окружена защитным экраном, силовым полем. Все ракеты, все разбивалось. Но удалось героическому американскому летчику проникнуть на какую-то орбитальную станцию инопланетную, взорвать и там что-то там напортачить. И в итоге на одну минуту это защитное поле вокруг НЛО снялось. И вот в эту минуту атака последних там кукурузников американских оставшихся привела к успеху. Вот я как раз и попал в патриархию вот в ту самую минуту, когда защитное поле было снято. Когда сам патриарх новый, и он был в состоянии творческой растерянности. То есть он оказался в ситуации, какой не был ни один предыдущий патриарх. Он глава церкви, до которой государству нет дела. У государства свои проблемы, там делешь собственность КПСС, там много чего другое. Вот борьба с республиками, с парадом суверенитетов и прочее. Сначала напротив насаждения парада, потом борьба с ним. В общем, борьба Ельцина и Горбачева в конце концов. В общем, государство не до церкви. Не до отца Александра Мини, не до Алексея Ридигера, не до Диакона Кураева. Церковь свободна. И это настолько неожиданно. Он же привык все вопросы решать. Ну, я говорю, не через патриарха, а через Совет в плане религии. А Совет в плане религии исчез. И вот он сам, понимаете. И вот это была растерянность. Она, естественно, была у всех. Мы все учились жить впервые в несоветском пространстве. Но для патриарха, который отнюдь не юноша, вся его жизнь прошла, в общем-то, кроме эстонского детства, довоенного, прошла в советских реалиях. Вся его карьера уж точно в советских реалиях. И вот как без этого жить? И плюс к этому это не только революция свободы, это революция технологическая совпадает. Появление интернета, там тех же факсов и так далее. Так вот я к тому, что у патриарха было такое состояние растерянности, я это попал. И поэтому вот такой режим поиска, и он был открыт к тому, чтобы с ним не соглашались, предлагали, подсказывали, корректировали. Ну и что хорошего и очень важного до конца жизни осталось патриархом Алексеем, он не раз говорил, не публично, что я ни с кого не хочу делать мученика. То есть когда я вот люблю разобраться с отцом Георгия Кочетковым, а может быть и со мной и так далее. То есть он все-таки, он не шел путем репрессий. И даже печальная история с епископом Диогеном Чуковским, с Чукотским, которого там быстренько лишили сана, ну это было... А его за что? Напомните, пожалуйста. Ну, за критику патриарха, что, дескать, слишком экуминистом и так далее. Слишком экуминистом? Экуминистом, да. Но это скорее была инициатива митрополита Кирилла, нынешнего патриарха. Это не Алексея. Вы помните день смерти патриарха? Ну, более-менее. А вы где были в этот день? Там, мне кажется, дома. Знаете, штука такая, что это известие меня не огорчило. Скажу больше. Где-то за полгода до этого, весной 2008 года, я смотрю выпуск новостей, и диктор печальным голосом говорит, печальная вещь пришла к нам, скончался глава Русской Православной Церкви. Я радостно пристаю с дивана. Наконец-то, говорит, митрополит Лавра, церковь за рубежом. Почему я, скорее, ожидал скорейшего ухода Алексея? Ну, потому что, начиная, скажем так, с 1945 года, наши патриархи у власти в среднем 20 лет, из которых первые 10 лет обычно это время какого-то развития, а потом 10 лет стагнации. И это зависит не только от... Это даже не вопрос не столько политики, я не об этом говорю. Просто вот, ну, они становятся патриархами немолодыми людьми. И, понятное дело, что со временем начинается естественный процесс угасания. А процесс угасания монарха, а не монархи, да, в определенном смысле. Это, значит, время фаворитов. Время фаворитов, время ожидания наследства, дележаеву и так далее. И когда, естественно, никакие какие-то серьезные раздумья о благе церкви таковом, его просто вот на этом уровне уже нет. И вот, конечно же, последние годы, то есть мы помним, что был такой человек Остапов при Алексее Втором, семья Остаповых, которые от его имени распоряжались, да. Надежда всея Руси при Пимене, медсестра его, аналогичка, как и при Брежневе, да, медсестра, которая слишком много участвовала в его жизни. При Алексее Втором, это, соответственно, митрополит Арсений, ну, товарищ митрополит, епископ Арсений Викарий его. Вот. Ну, и какие-то другие люди, вплоть до, опять же, каких-то женщин. А сейчас он был? Сейчас, ну, вот, буквально год назад патриарх Кирилл сослал его в Липецк. Липецкий митрополит. Сейчас. Ну, как бы то ни было, видите ли, ну, когда меня еще тогда, больше десять лет назад, даже лет пятнадцать спрашивали, что же будет с Родиной и с нами, я говорил, знаете, во-первых, это вопрос не ко мне, а к проктологу, во-вторых, мой прогноз будет кратким и печальным. России вряд ли осталось больше сорока лет. России вообще? Да, да. России, какую мы ее знаем, да. Потому что к 2050 году по вполне официальным прогнозам большинства жителей России будет исповедовать ислам. Причем кремлевские чиновники, которые это озвучили в середине нулевых годов, они прямо говорили, что это произойдет вследствие миграционных процессов. Даже не только демографических, сколько миграционных. Ну, а раз так, то это уже Москва-бат, это уже нечто совсем другое. Меня такая перспектива, ну, честно скажу, не очень радует. И поэтому что-то изменить могло бы только изменение демографических ориентиров русской молодежи, то есть установка на многодетные семьи. Но, естественно, что рождение ребенка, а тем более низкие дети, это стоп-кран. В карьере матери это точно. И стоп-кран в росте благосостояния всей семьи тоже точно. То есть, поэтому для того, чтобы решить свою многодетность, нужно, будучи в ясном уме и трезвом памяти, нужно быть, ну, фанатиком. То есть, иметь какие-то ценности выше, чем просто вот обыденное преуспеяние. Вот. И поэтому понятно, что многодетные семьи, они или у бомжей, да, или у людей религиозно ориентированных, староверов, баптистов, иудеев, мусульман, там, православных. Значит, поэтому если я хотел бы, да, продлить существование, что называется, православной Руси, конечно, я этого хотел и хочу. Для этого нужно, чтобы не бабушки, а именно молодежь, дети нынешние, чтобы они поняли, что дети – это генераторы счастья. Гораздо более важно, чем любые гаджеты, карьерные успехи, потребительские корзинки и так далее. Но для этого нужен миссионерский прорыв к молодежи. К этому времени я уже прекрасно понимал, что, в общем, конечно, у меня в церковной жизни все хорошо, то есть там награды, гонорары, востребовались и так далее. Да, да, да. Но при этом мне же иногда, священник, или отец Андреев, вы могильщик миссии русской церкви. Ответ был очень интересный, потому что это легче всего Епицкого – пригласить вас раз в год в епархию и поставить галочку, у тебя миссия закрыта. То есть и больше он ничего не делает в этом отношении. И в течение следующих трех лет, как были, в отчете все сказано, его совесть вроде бы спокойна. Но было понятно, что, как бы, ну, патриархия, она терпит меня и других миссионеров. То есть, ну, я говорю, заслуга патриарха Алексея, он хотя бы не мешал. Кто хотел, отец Данил Сосовев это делает по-своему, я по-своему, отец там, Георгий Кочетков по-своему и так далее. Ну, как бы, вот пусть растут 100 цветов. Вот. Но какого-то сбора в кулак, ну, нет этого. Силы, поддержки, финансовые, еще какой-то политический, в конце концов, там, аппаратные и прочее. Вот. То есть патриархия, в этом смысле, как бы, она не фигура на миссионерском поле. Она ничего не делает, в лучшем случае не мешает. Вот. И поэтому я понимал, что, ну, от Алексея уже трудно это требовать, ожидать, что он-то осознает, переменится. На его глобусе все хорошо. Да. Он любил говорить, когда его встречали детишки в храмах. Во время визитов в епархию. Когда я смотрю на этих детей, я понимаю, это поколение мы не потеряем. Это он 20 лет говорил, когда это поколение давно уже потеряно было. То есть те дети, которые он говорил в 91-м году, они, естественно, в 2005-м уже выросли и, став подростками, покинули благополучно церковные пределы в большинстве своем. Вот. А патриарх по-прежнему все это любил говорить. Вот. И поэтому, конечно, я надеялся на то, что, может быть, появится новый патриарх, который будет серьезно. И, конечно, мои упования были связаны с Кириллом. Совершенно искренне. Я помню, когда я написал статью «Патриарх Кирилл, пора привыкать». Это было где-то через неделю после смерти Алексея Второго, даже раньше, через несколько дней буквально. Проходит еще какое-то время, митрополит Кирилл встречается со мной и говорит, «Синдрей, благодарю вас за эту статью, за то, что вы меня поддержали». А вы искренне были в Сайдокре? «За то, что вы защищаете меня». Я говорю, «Владыка, я вас не защищаю». Он говорит, «Как?» Я говорю, «Я себя защищаю». Кирилл сказал, «Это единственная правильная позиция». Потому что, естественно, я понимал, что если станет кто-то из братьев Копалинах патриархом, то скорее… Опять же, даже моя миссия, она на этом, скорее всего, закончится. Из таких есть какие-то более консервативные люди станут. Так что, действительно, я искренне надеялся на то. У меня был опыт какого-то сработничества с митрополитом Кириллом, в том числе дискуссионного и нормального. Опять же, я перед собой видел человека, который способен слышать возражения и принимать их. И, напротив, не просто продавливать какую-то свою позицию, аргументировать ее. Это очень ценно. То есть, вот в рабочих группах, в которых мы были, я видел, что это, что называется, человек сидит без погон. Да, то есть, вот здесь мы независимо от сана, мы миримся мозгами, знаниями, аргументами и так далее, но не тем, у кого там сан выше. Это было очень важно. Умный интеллектуал? Да. Таким он был, когда был митрополитом. Поэтому я очень надеялся, что были видны некоторые его минусы, но я надеялся, что, получив планту власти, это перегорит. А какие минусы тогда были видны? Властолюбие. Оно даже через экран было видно. Но, опять же, если ты уже стал патриархом, ну куда? Какое властолюбие? Дальше куда? Царица и морское, что ли? Поэтому была надежда на то, но я такое видел несколько раз в жизни, когда человек, который был террористом, но получал, наконец, искомую должность начальника, настоятеля прихода, монастыря или епископса, он после этого просто растворялся в работе. То есть, ему была нужна должность, чтобы не мешали работать. И он в работе растворялся. Это было хорошо. Я надеялся, что Кирилл будет точно так же. Да, так вот, поэтому я вести окончание патриарха Алексея II воспринял скорее с радостью. Кстати, в тот же день сказал и митрополит Кирилл в программе «Время». Он так более тонко сказал, что постареющий лидер скорее умножает количество проблем церкви, чем решает это. Это он говорил в программе «Время»? Да, да, да. Кирилл? Да. Вот. Там было важно то, что я был в команде не Кирилла, а Алексея по-прежнему. То есть, поймите, ситуация какая. Вот я стал представителем патриарха Алексея, он набирает новую команду. И, конечно, ему нужны по деканатам и так далее. Это семинаристы, мальчики из семинария. Но наш возраст, он слишком близок. Ну, я на 6-7 лет старше этих ребят, да. То есть, они там 28, они там 20 лет, да. То есть, в общем, мы были почти на «ты». Ну, тем более, я в академии учусь, они еще в семинарии еще, да. То есть, ну, совсем формально я еще оставался учиться в академии. Вот. Поэтому у нас были добрые такие открытические отношения. И тогда, когда Алексей умер, то они еще продолжали сохраняться. И поэтому, что называется, у меня был канал связи с Переделкино. Как на самом деле это происходило, что происходило. То есть, я не по интерфаксу судил, а у меня была своя информация. А что происходило? То есть, то, что он умер не в спальне, а в туалете и так далее. Да, вот эти вещи. Вот. Потом меня тоже немало за это кусали. Как это я посмел такую информацию разгласить? Ведь первая версия была патриархии, что он скончался в автоаварии, автокатастрофе. Вторая версия уточнения, что он сам был за рулем. То есть, я понимаю, что эту версию они с дуру придумали, чтобы оправдать повреждения черепа, кровь и так далее. Которая была испачкана комната. Да, да. А что случилось на самом деле? Первая, первая в новостях какая информация инсайдерская прошла из патриархии, что, дескать, это автокатастрофа. Вот. Я, соответственно, связываюсь с этими педиканами и так далее. Не только там свои люди в патриархии, они опровергают это. Нет, конечно же, это не так. Да. А потом уже подробнее рассказывают, что произошло. Я об этом потом написал. Большой текст. Вот. Но заметьте, когда его официальная келеница и гуманифлорета говорит, что он умер стоя на коленях, совершая вечерние молитвы, там, или утренние молитвы, там, перед иконой Божьей Матери и так далее. Так мы сразу житие пишем. А на самом деле все-таки это во время утреннего туалета произошло. Ну, у него были постинсультные какие-то осложнения. Это было видно в последние месяцы, что, когда он поворачивается в храме вот вокруг Осина, там, богословит, то видно, он немножко теряет равновесие. Вот. Ему нужно несколько секундочек пройти в себя. Вот. То есть, ну, 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 понятное дело. Болезни, да. Вот. Ну, некрасиво было сказать, что, понимаете ли, в туалете патриарх русской церкви умер. Тем более, что ассоциацию всех людей, зная в честерковную историю, что из известных байк на эту тему ересиарх Арий в четвертом веке точно так же скончался в общественном туалете, когда шел на собор, который должен был его оправдать, его ересь. Но Господь судил иначе. И он умер не на соборе, не в храме, а, наоборот, в антихраме, в туалете, да. Поэтому я понимаю, что спикеры, пьярщики, они понимали, что такая увязка, она очень не нужна. И поэтому, соответственно, пробовали другую сказку рассказать. Ну, а я вот рассказал то, что мне рассказывали, и это оказалось правдой. Можно следующий вопрос? Да. Мы уже начали говорить о патриархе Кирилле. В какой момент вы поняли, что в ваших отношениях с ним, ну, что-то пошло не так? Ну, я думаю, что это был май 2009 года, очень скоро. То есть он стал… А когда был выбран? В феврале 2009 года она была выбрана. В мае я понял, что мои надежды, они не будут. Как вы это поняли? А началось все очень хорошо. То есть было объявлено, что патриарх встретится с молодежью. Это было прекрасно. Я очень обрадовался, да. Все мои надежды сбываются. На стадионе Измайловский патриарх, московская молодежь приходить. Я поехал туда. Мне тоже очень хотелось поучиться у своего патриарха, посмотреть воочию, напитаться позитивными энергиями. Меня не пустили. То есть в этот огромный стадион меня и вообще православных, которые приехали, не пустили. Потому что там даже бабушки приехали. Потому что, понимаете, новый патриарх. И бабушкам тоже очень хотелось в живую посадительную патриарха, не на службе и так далее, посидеть в краешку. Послушать. Нет, не пустили. Потому что... А зато потоком шли студенты с флэерами, с пропусками. Студенты местного, рядом расположенного института физкультуры. Значит, их согнали. Они этого не хотели, но их согнали. А тех, кто хотели, тех не пустили. Нет, в конце концов, меня протащили туда. То есть люди стали возмущаться, кого вы не пускаете, это там отец Андрей Кураев и так далее. То есть протащили. И сидел я там, помню, в вип-ложи, рядом со мной Иванушка Интернашнл сидел. Рыжий. Рыжий. Рыжий, да. Рыжий, да. Более того, там же, на моих глазах, Легойда подвел хирурга, к патриарху познакомил в первый раз. Рыжий, да? Рыжий, да. Рыжий, да. Рыжий, да. Ну, я не знаю, когда. Ну, Легойда дружит со всеми, с кем дружит Путин. Это аксиорум, понимается. Ничего личного, only business. Вот. И, очевидно, именно под этим предлогом Легойда с таким компотом, соусом, подал хирурга и патриарху. И на этой встрече я, кроме того, увидел, что все идет по сценарию, то есть все вопросы расписаны, то есть никакого общения с молодежью нет. И для меня был шок, я понял, что митрополит Кирилл умер, которого я знал, любил, ценил. Так быстро? Да, так быстро. То есть человек, это же потрясающе, митрополит Кирилл человек умный, находчивый. У него, естественно, он может проявлять быструю реакцию, вести диалог, вести спор. И вдруг он полностью от этого отказывается. Только задавать заранее согласованные вопросы, в заранее согласованном порядке и так далее и тому подобное. То, может быть, есть какая-то единая основа этого кризиса? Я отвечаю на это так. Есть такая первопричина кризиса. Это кризис человеческой личности. Это кризис нравственного чувства. Потом это повторилось в Киеве, когда тоже радостная вещь, патриарх Киев. Алексей Второй не решался ездить в Киев. Кирилл поехал. Аллилуйя, я рад. Вот новый патриарх. Приезжает. Прямой эфир. В прямом эфире украинского телевидения разговор с местными, с письменниками. Ровно то же самое. Письменники приняли это условие. Они были подобны так, чтобы они были такими кроликами. То есть заранее заготовлены за них вопросы от их имени. Озвучиваешь и дальше молчишь. И тут стало понятно, что, увы, то есть я понял, что про миссионерского прорыва не получится. И я стал потихонечку отползать в сторону. Отец Андрей, зачем вы придали публичности историю, которая произошла в Казанской семинарии? То есть я поясню, все про это все знают. Вы же прекрасно себе отдавали отчет наверняка, что за этим последует. Вот что для вас было решающим моментом все-таки все это вообще дело рассказать? Ну не совсем, нет. Здесь героя я себя корчить не буду. То есть я как раз полагал, что, да, тема более-менее известная. Но для меня дошла информация, что учебный комитет поехал туда с проверкой жалобы семинариста. Для меня уже само по себе это была сенсация, потому что такие жалобы обычно кладутся под сукно, не расследуются и так далее. Ну, чтобы было понятно. Скажем, вот есть Данилов монастырь в Москве. В нем есть патриарши резиденции, построенные к тысячелетику Чечни Руси в 87-м году. Патриарх Алексей ее не любил. Хотя он как бы курировал ее строительство, но он не любил. Он там не жил. Он не жил и в старом резиденции патриарха в чистом переулке. Почитал переделки, а на работу приезжал просто в чистый переулок. А, соответственно, это огромное знание, оно использовалось не пойми как. В том числе там были склады гуманитарной помощи, то есть какие-то контейнеры с гуманитарной помощью из Германии туда шли, складировались. А целый отсек, один из этажей был отдан под общежитие. Общежитие этих самых семинаристов, патриарх, потому что они же не москвичи. Ездить из Сергиева Посада им тяжело на каждую службу рано утром. Поэтому вот можете жить здесь, а в Академию приезжать там сдавать экзамены или какие-то лекции, если патриарх не служит в эти дни. И вот один из семинаристов пожаровался, что в душу, в душевой, вот в этой резиденции, к нему приставал один из старших подеканов. Студент Академии уже, а он еще студент семинария. Реакция патриарха Алексея была достаточно жесткой. Он распорядился очистить этого студента из Академии. Естественно, из подеканов игнул. Парень оказался с Украины, он поехал к митрополиту Владимиру Сободану. Тот его сразу сделал в благочинном Почаевской лавре. А через год епископом. Это, с одной стороны, свидетельство о подлинной независимости украинской церкви. А с другой стороны, это печальнейшая характеристика нравственного уровня. Они это сделали для того, чтобы насолить, в смысле, как жест такой или потому, что... И это тоже и потому, что подобное любит подобных. Это показывает уровень драстного распада, в котором живет украинская церковь по сей день. Подождите, но этот человек, он же претендовал здесь на пуст патриарха в свое время. Милость Божия, что этого не произошло. При всем при том. Как бы не обиделись при этом наши украинские слушатели. Так вот, соответственно, но обычно вновь говорю, что это все... То есть, околы под сукно заметает, сорок выводов нет. И тут вдруг комиссия из учебного комитета пришли и поехала в эту самую Казань разбираться. Знаете, был такой анекдот в советские времена, как в милиции разбираются... Драка в автобусе произошла. Значит, три человека. Ну, ответчик, истец. Значит, пострадавший. Что произошло? Ну, понимаете, он говорит, я вошел в автобус. Вот, стоял, никого не трогал. И вдруг вот этот гражданин, понимаете, он вот со всего размаху бьет меня в плечо и вообще вот толкает. А другой начинает, начинает меня избивать. Так, обвиняемый. Что? Ну, понимаете, я вошел в автобус. Ехал в автобусе. Вошел вот этот вот. Да. И встал мне на ногу. Ну, я думаю, ну, я потерплю. Ну, две минуты. Но не больше. И когда еще есть две минуты, он не сможет, я ему врезу. Так, а вы, третий, вы знакомы с этим? Нет. Ну, понимаете, ну, я что видел? Я смотрю, стоит этот еврей. Рядом стоит офицер, да, в форме. И все время смотрит на часы. Смотрит, смотрит. Потом только размахнулся, посмотрел, и ему дал в морду. Но я подумал, по всей стране началось. Ой, смешно. Так вот. Я тоже подумал, что по всей стране началось. Я подумал, что по всей стране началось, и, соответственно, что это патриарх принял решение, честь ему и хвала за это, это все-таки избавиться от этой голубой гнили, начав с Казани. Ну, а для того, чтобы поддержать патриарха и сделать его решимость необратимой, надо это вывести в публичную плоскость. И поэтому я, соответственно, я считал то, что я поддерживаю патриарха, понимаете, в его борьбе с голубым лобом. Вот поэтому я об этом опубликовал. Самое смешное, что через какое-то время проходит пленум Синодальной Магасовской комиссии. Я ее член. И на этом пленуме ректор Академии архиепископ Евгений, нынешний эстонский митрополит, где-то кофе-брейк, да, мы стоим у столика с чаем, кофе, печеньками, и ректор Владимир Евгений, рядом отец Максим Козлов, который, значит, Евгений, глава учебного комитета при архиепископ Евгений, и Козлов тогда был его заместителем. И именно он с проверкой ездил в Казань. И Евгений говорит Козлову, о, слушай, а может быть отца Андрея ректором в Казань направим? Это, наверное, была шутка, но помните, как бы все-таки, знаете, вот то, что такие шутки даже на этом уровне были возможны, показывают, что, ну, может, и в самом деле, да, то есть это всерьез. Вот, ну, оказалось не так. Но я считаю, что это, слава богу, такая промыслительная моя ошибка. Вот, то есть то, что из этого выросло больше. А потом, уже по логике событий, да, естественно, когда я об этом написал, то пошла волна возмущения, прежде всего, даже у моих блогеров, да, участников в блоге, главный организм, ну, не может такого быть, потому что, ну, это же монахи, это епископы, священники канонами, это запрещено. Как же может и монах, и епископ, такое себе позволить? Это невозможно, потому что в канонах запрещено. Я говорю, простите, в законах много чего запрещено, это означает, что не совершается преступлений. То есть у людей были совершенно, вот, в этом смысле розовые очки, то есть табуированная тема, узкий круг, там, духовенство знает, что эта тема есть, а прихожане просто. То есть, ну, во-первых, духовенство, изрядная часть, говорит, не надо вносить ссору зубы, а недуховенство, естественно, говорит, такого быть просто не может. И поэтому я, соответственно, говорю, ну, хорошо, ну, давайте обратимся к истории, какие-то иные случаи, давайте поищем, было, не было. Что-то привожу из эпохи, там, императора Юстиниана, как он там накол сажал, точнее говоря, эти зубочистки выбивал в члены, не епископом, пидорастом, пидористом, простите, на осле их провозил в таком виде по городу задницы вперед. Было такое, да. И вот в этих дискуссиях уже в декабре, это все ноябрьские истории, а уже в конце декабря 2013 года приходит ко мне письмо, в котором человек пишет, вы знаете, мне непонятно, что происходит, я сам гомоскасуалист, я пожилой человек, но при этом я достаточно православный человек, вот мирянин, конечно, да. И что меня удивляет, понимаете, непонятно, почему патриарх Кирилл так жестко осуждает гомоскасуализм, потому что ведь он же ученик митрополита Никодима, а вся ленинградская геетусовка 70-х годов знала, что это наш человек. И это письмо, хоть оно было анонимно, но оно было написано, понимаете, ну, как сказать, достоверно. И кроме того, а у меня все-таки есть вкус именно вот к таким вот человеческим документам. Вот если помните, в 90-е годы была компания народной памяти, то есть присылайте в музей Великой Отечественной войны письма с фронта и т.д. Литературные ценности не имеют, но это человеческие документы. Они не изменят, может быть, наше восприятие Великой Отечественной войны, но они человеческие документы. И вот это вот мне показалось, это важный человеческий документ, с неожиданной такой позиции написанной. Я вот раскрыл этот комментарий. Вот после этого уже был приступ патриаршего гнева, буквально топанья ногами на упомянутого ректора архиепископа Евгения с требованием меня убрать. То есть поводом для разрыва было именно это, а не казанская история как таковая. То есть наезд на его коллег из Ленинграда? Потом мне пояснили мои инсайдеры из патриархии, что патриарх Кирилл готовил канонизацию Никодиму. Я ее сорвал. У него своя игра, далеко и гудущая. Да подождись, но как патриарх? Сная, что человек... Это неважно здесь. У него же не те критерии. Ему то, что полезно для церкви, то есть для него. А для него полезно считаться любимым учеником святого человека. Плюс к этому это фундамент его собственной канонизации. А штука такая, что естественно у человека, у которого есть какие-то свои принципы, программа, концепции. Он считает, что для церкви полезно вот это. Поэтому он хотел бы оставить церковь в руках своего ученика и преемника. Что он продолжит тот курс, с которым патриарх Кирилл вел церковь. Сегодня мы видим, что этот курс такой экзагообразный на самом деле, но тогда еще это не вполне было очевидно. Это сегодня мы понимаем, что церковь управляется в режиме истерики. Но тогда это еще только проявилось только в истории спустя рая в 12-м году. Казалось, это один эпизод, а не констант. Сегодня уже, конечно, у нас другой опыт. И сам патриарх Кирилл так не считает. Соответственно, для церкви нужно, чтобы мой правильный курс, естественно, его курс правильный в сего точки зрения, был продолжен дальше для блага церкви. А для этого нужно, чтобы был такой мощный, авторитетный фундамент под него подложен в виде двух святых, Никодима и его самого. Ну и кроме того, естественно, верится в то, что если патриарх объявит его самому святым, будущим патриархом, то троице некуда деваться, она обязана будет пустить его. Но эта история с канонизацией Никодима, она отложена? Ну, отложена, да. Но не факт, что не вернется? Не факт, нет. А у вас есть знакомые или друзья геи? Да, конечно. Откройте календарь Московской патриархии. Сколько там портретов моих знакомых геев. А друзья? Некоторые из них мои друзья. Однокурсники по семинарии. Назовите мне, если можете, если для вас это несложно, трех, на ваш взгляд, я не знаю, какое правильное слово, блестящих интеллектуалов, не знаю, вызывающих у вас доверие, публичных священников Русской Православной Церкви на сегодняшний день. Я должен с сожалением сказать, что уже много лет таких нет. Нет. Вообще. Ну, для меня. Ну, это связано мое собственное старение, прежде всего. То есть, знаете, естественно, я пришел в церковь таким цыпленком, неофитом, который готов в рот смотреть всем священникам, а уж тем более тем, которые хорошо говорят, как-то цитируют, что-то аргументируют и так далее. Но с годами я понял, что свою голову никому одолжить я не могу. И поэтому сказать, что вот это вот человек, в чьи рот я смотрю, и что он скажет, это я без проверки приму, нет, такого уже нет. Маленький эпизод. Естественно, как бы анализирую сейчас сегодняшний день, я могу сказать, что в основном те люди, которые были для меня такими маячками в пользу моих, вот в годы моего студенчества и первые годы, вот в 90-е годы, в начале 90-х годов, это были люди, которые группировались и создавали Свято-Тихоновский православный университет под началом института. Да, там и отец Дмитрий Смирнов, Александр Шаргунов, Владимир Воробьев, и так далее, отец Валентина Асмус, и так далее. Ну, блин, вы сейчас, а где отец Дмитрий Смирнов? Интересную вещь я узнал недавно. Значит, в этом кругу ну, две вещи. Первая. Там считаются духовными основателями этого братства, этого направления два человека. Один из них – отец Арсений. Это персонаж книги с таким названием «Отец Арсений». Эта книга очень многое значила еще на машинке, напечатанной в 80-е годы. Это спорник мемуаров о неком священнике, исповеднике, прошедшем лагеря и так далее. И, ну, очень сильно, я всем советую ее почитать. Замечательная книга, очень хорошая. Но там была одна мелочь. Согласно этой книге, «Отец Арсений» это искусствовед, который принял сан и монашество уже в советские годы. А искусствоведом он был по очень редкой специальности православной иконы, русской иконы. И вот это меня жутко заинтересовало. То есть, понимаете, книга, мне кажется, очень достоверная, духовно, несомненно, достоверная, исторически, мне кажется, тоже. Но это такая деталь, которую просто так не придумаешь. Иконовед, светский искусствовед, который он становится священником. Но сегодня, кажется, это логично. А дело в том, что икона, она совершенно не была никому интересна в начале XX века. То есть, с синодальной поры с XVIII века по XX русской иконы это считается варварством. У нас есть рококо, есть новоевропейская живопись в этом стиле раскрашиваем храмы. И, пожалуй, первый человек, который сказал доброе слово о русской иконе был Матис, который, приехав в Россию, посмотрит на старые фрески, но он счел, что это гениальный примитив, но, тем не менее, он позитивно об этом отозвался и для нашей русской провинции. Ах, из Парижа наша похвалили, ну, значит, знаете, надо присмотреться. Второй импульс это уже мировая война, когда немцы, еще недавние наши учителя во всем, они вдруг наши враги. Это Булгаков начинает громить Канта и Гегеля и прочее, значит, мода уже на войну с немецкой философией, раньше по ним все преподавали. Да, начинаются поиски опять импортозамещения, в том числе, философского, да, и вот тут появляются три лекции русской икони князя Евгения Трубецкого. Прекрасные лекции, сегодня, я понимаю, очень наивные, очень такие, натянутые, надуманные, но очень милые, добрые, светлые, хорошие. Это была революция. А потом Флоренский интересуется. Ну, правда, его коностас он пишет чуть позже, а выходит он вообще в 80-е годы, но тем не менее, можно сказать так. То есть число людей, которые занимались иконой, ну что, ну Флоренский, граф Алсуфьев, суработник в музее Троти Сергея Лаврова уже в 20-е годы, кто еще? И я спросил отца Александра Слатыкова, он как бы очень серьезный человек, декан факультета церковных искусств в том же Тихоновском институте, говорит, отец Александр, а до этого он был ученый-систар в музее Андрея Рублева в Андрониковом истре, еще в советские годы. Я говорю, а кто это может быть? Он говорит, нет, такого человека, я тоже это просто создавался, нет, такого человека, с такой биографией не было, среди дискуссоведов, это литературный персонаж. И вот даже у отца Александра были споры с ректором Владимиром Воробьевым на тему о том, можно ли кондиционировать отца Арсения или нет, а Воробьев на кондиционацию уже готовил документы. Вроде остановили все-таки, но тем не менее, очень важно, что люди этого круга даже готовы были поверить в реальность отца Арсения. Но главное не это, а главное то, что второй их кумир это еромонах Павел Троицкий. Вот буквально на днях у них какая-то там поминальная служба юбилейная опять в университете была и так далее. Тоже как бы такой замечательно образованный старец, который прошел лагеря и затем у него там был 101-й километр, он в Москву приехать не мог, где-то в Владимирской области жил тайно, ни с кем не встречался, но по письмам духовно руководил, в том числе отец Севлос Шпиллер. Отец Севлос Шпиллер удивительнейший человек, он офицер врангельской армии, ушел с франгелем на Балканы из Крыма, там стал священником, потом Алексей, первый, будучи с визитом в послевоенной Болгарии, пригласил его, гарантировал, не тронул чекиста и так далее, все забыто, и в самом деле отцу Севлосу повезло, его не тронули, потому что он уже давно был освободителем у советских чекистов, еще будучи в Балканы, сейчас документы уже опубликованы, вот, да, то есть, поэтому его здесь не тронули, и он получил храм в центре Москвы, храм на Вишняковском переволке у Митронова-Кузнецкая, да, святитель Николая, и вот про отца Всеволода тогда, я помню, в 80-е годы говорили, спаси Господи отца Всеволода и тех, кто понимает его проповедь, это был такой священник для интеллектуалов, вот как бы центр между Менем и Дудко, такой центрист, для интеллигенции тоже, и вот эти вот упомянутые выше священники, это его ученики, и вот именно отец Всеволод был в такой духовной переписке с этим старцем Павлом Троицким, ромонахом, и именно отец Павел убедил отца Всеволода написать письмо полемическое против Солженицына, вот, когда Солженицын стал говорить о несвободе патриарха Пимена, несвободе русской церкви, то отец Всеволод вроде бы такой полудиссидент, человек из эмиграции, поэтому как бы свободный, как казалось, он вдруг написал открытое письмо против Солженицына, и оказывается это Павел Троицкий в этом убедил, а сейчас становится понятно, что это все была операция КГБ, не было Павла Троицкого, вообще не было, а эти письма писались какими-то умными людьми с хорошим церковным образованием, но в комитете. Какой-то сериал «Родина». Да не то слово, но это я к чему, и вот эти вот замечательные люди, они этого, этой спецоперации раскусить не смогли, то есть они эту обманку проглотили, наживочку. В общем, это, конечно, я только недавно узнал, а по каким-то другим вот поводам, понимаете, приходилось принять данность, ну, найти человека, который вот во всем был бы, во всем периметру вопросов, дискуссий, был бы согласен со мной, или вызывал бы мое согласие, убеждал бы меня, ну, такого нет. Понятно. Да, ну, надо принять, и просто, ну, хорошо, идти самому. Отец Андрей, последний вопрос. Кто мог бы возглавить русскую православную церковь после патриарха Кирилла? Честное слово, не я. Вот это точно. Вот. В порядке прогностики могу сказать, это будет человек не из круга патриарха Кирилла. Аллергия на патриарха Кирилла так велика, даже в епископате, даже в тех, кого он сделал епископ, что Кирилла II никто не хочет. Отец Андрей, у нас есть традиция, во-первых, не могли бы вы назвать пять книг, просто пять книг. Художественная литература, не художественная. Не могу. Почему? Не держу в голове. Ну, это нам надо подарить одному из наших зрителей, который задаст лучший вопрос для вас в комментариях. Ну, хорошо, есть книга, которая вот, что называется, у меня на столе сейчас. Уинстон Черчилл. О Великой войне, пятитомник его аналитики, воспоминаний о Первой мировой войне. Какое-нибудь краткое содержание. Окей, раз, Черчилль. Еще. Про царсианя я уже сказал. Вполне советую, честное слово. А мы найдем? Ну, есть масса переизданий. Кроме того, эта книжка, естественно, выходит каждый раз дополнена. Два? Так. Каждый раз дополнена она выходит. Окей. Как мемора Жукова, понимаете, они посмертно тоже. Вы не захотели говорить про отца Тихона Шевкнову? Может быть, книгу его подарим? Ну, здесь я не готов подписаться. Так, две назвали. Что еще у нас в столе? Или из недавнего прочитали? Знаете, дело в том, что я никогда не советую никакие книги, незнакомые. Хорошо, я вот пока ходил передачал программы, я смотрел на ваши полки. Давайте, могу я хотя бы назвать, а вы скажете, да или нет. Давайте подарим одну из книг Мерчеляда. Мерчеляда, прекрасно, конечно. Три. Что я там еще видел? Павел Муратов. Мерчеляда еще важно вот для чего, и мне он очень, я ему благодарен, потому что он помещает, возвращает христианство в исторический контекст. Помогает понять, что это, знаете, как бы, какие есть вещи. Первое, сначала вот я прихожу в церковь, и мне предлагают лубок. От понтификата к понтификату христианская церковь все духовитие и духовитие жила, благодать росла, что ни епископ, кто святитель, что ни монах, кто преподобный, пока проклятые ж домосоны, большевики. Это понятная схема. Вторая схема противоположная. Да эти, я кажется, уже это слово сказал, их опуги, они все извратили, все это не так, это просто бизнес-проекты и прочее, и прочее. В общем, попы нарочно от нас скрывали, что мат обезьяны превзошли, большой привет Саше Невзорову. А вот мир Чилиада дает возможность посмотреть на это совершенно с другой стороны и понять, что история христианской церкви, жизнь христианской церкви не история, потому что Ильяду вообще терпеть не мог термин история. Он отказывался занимать кафедру в университете, если называлась кафедра истории религии, потому что его позиция у религии нет истории. Это некие состояния человека, души, мировоззрения. Так вот, Ильяда показывает некую органику религиозной жизни, религиозного сознания, которая жива в том числе и в православии. И именно благодаря Ильяде понимаешь, что многие даже какие-то обряды, которые казались странными и смешными даже в православии, они на самом деле во-первых, они в чем-то даже могут более древним, но дело не в древности, а в их антропогенности. Понимаете, вот для домарксистской философии, если скажут, что это придумано людьми в религии, ну это приговор для простителей 18 века. А, это люди придумали. Раз религию придумали люди, то значит это фейк, это ерунда и так далее. Ну вот скажем, для Маркса отчасти это даже так. А вот скажем, буддисты скажут иначе. Да, мы придумали этого Бога, но это не означает, что его нет. Люди придумали вот этот компьютер, но из этого не следует, что компьютера не существует. Мы им пользуемся и так далее. Более того, я оттуда получаю подсказки, советы и так далее, ориентиры. Вот это буддистское отношение к религии. У Мерчеляда нечто похожее. То есть да, люди очень много своего вложили в мир религии. И поэтому это тоже весьма реальный путь ответного и познания людей через этот их вклад. Вот эта позиция, она, я думаю, очень интересна и хороша, в том числе для даже нерелигиозного постороннего светского исследователя, но и религиозный человек в этом найдет очень много интересного. Мерчеляда это третья книжка будет. У вас там стоит книжка о русской живописи Павла Муратова, но, по-моему, давно не переиздавали, давайте подарим образы Италии. Хорошая книжка. Ну, зачем делать от моего имени? Так, хорошо. Может быть, какую-то книгу отца Александра Мения? Ну, Дионис Логос Судьба это неплохое введение в историю греческой философии и культуры, да, пожалуйста. Это четыре, ну, пятую. Знаете, честно говоря, я и сам написал парочку хороших книг. Одну из ваших, какую? Из наиболее серьезных это Дары и Анафемы, а из таких на уровне хобби, но поэтому ненавязчивая, и может быть, именно она хороша, потому что некая игра, это моя книжка о мастере Маргарите, мастер-ангрице за Христа или против. Выберем одну из двух. И у нас есть традиция, отец Андрей, мы гадаем на книжке. Фу. Знаете, я подростком этим баловался, не гадал, но было у меня одно время такое забавное развлечение, брать книжку, прочитать первую фразу и последнюю. Иногда получались забавные совпадения. Давайте попробуем. Это книжка стихов Егора Летова. Это не моя. Нет, это наша. Может попасться матерное слово, но тут уж как вы, может запикать просто. Любая страница первые восемь строчек. Так вот, первую и последнюю. Первый стих. Рядом лица вдоль сторон улыбаются, смеются, да не просто ладонью, а своей собственной. О, нет. Все они не хотели, они старались, как могли. В общем, осмысленные вполне в духе Летова, я бы сказал. Спасибо. Спасибо, отец Андрей. Все. Простите, что вас так замучил. Довольно долго получилось, по-моему. Простите, Бугород. Дети простят, я пойду на проверку. О! О! А он не должен просто ехать. Я тебе покажу. Это меня батарейки. Это батарейки. Отец Андрей, стиль я изменился. Да нет. Вы вообще не меняетесь, надо сказать. Это таран. Я поехал. Привет. Спасибо. Ну что, пора подвести итоги наших многих и многих конкурсов. Итак, победитель в программе с Тодором Шаниным Елена Куракин. И ее вопрос, господин Шанин, у вас сильный стержень и четкое самоощущение принадлежности к своему народу. Несмотря на то, что вы жили в разных странах мира. Как самоопределиться человеку, который не только поменял одну страну и говорит на разных языках, но и в котором есть смешение нескольких кровей. Елена, поздравляем вас. Вы победитель программы. Победители программы с Андреем Смирновым, Андреем Сергеевичем. Сергей Находка. Еще юным обратил внимание на бросающуюся в глаза идентичность гитлеровского и сталинского режима в фильме Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Замени слово немецкий на советский и все. Вот интересно, сам Михаил Ильич понимал это? Как вы думаете? Так, Сергей, поздравляем вас, вы победитель. Победитель из программы с Ольгой Седоковой, Дарья Алешина. Ради какого писателя вы бы выучили русский язык? Так, программа с Юрием Быковым, Владимир Васильев. Поздравляем вас, ваш вопрос. В контексте современных российских законов, защищающих разнообразные чувства, могут ли быть в искусстве, в том числе в кинематографе, запретные темы? Последнее искушение Христа возможно снять с нынешней России? Владимир, поздравляем вас, вы победитель. Так, Кирилл Рихтер, победитель Мария Янычева. Вопрос таков, какому композитору из ныне живущих или уже не живущих вы бы доверили написать так называемый реквием по Рихтеру? Простите за, может быть, вы победитель. Так, пишите, дорогие друзья, на hello.sobako.ru с темой еще не поздно и вам обязательно отправят те книги, о которых мы в этих программах говорили. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова